Кость, расскажи, пожалуйста, как ты себя ощущаешь в этой форме? Во-первых, подойди поближе, покажи нам и зрителям, как тебе не жмет, не жарко, как она держит влагу, я не знаю. Вот все первые впечатления. Саша, здравствуй. Форма сидит даже прекрасно на мне. Был угадан размер. Единственное, что шорты еще не из этого комплекта, но вы на них и не смотрите. Самое главное, конечно, это вот она. Настоящая форма «Зенита», та самая, в которой игроки будут выступать в предстоящем сезоне, которая стартует только в субботу. Ну а старт продаж ожидается буквально через несколько часов уже в магазинах. Эту форму можно будет приобрести болельщикам. Стоимость довольно высокая. Такая футболка стоит в районе 5000 рублей. Шорты к ней еще 2500, поэтому в 15.00 ждите еще прямое включение обязательно со старта продаж. Поговорим с болельщиками, узнаем и их мнение. Ну а пока что я предлагаю поближе еще посмотреть форму. Вот мы видим та самая легендарная надпись. «Зенит», «Стрелка», «Золотая звезда», которую перед началом прошлого сезона команда получила себе за достижение, за те пять титулов, которые выиграла с 1984 года. Полоски мы видим вот такие со спины. Футболка выглядит примерно вот так. Конечно, далее еще можно нанести и номер, и свою игровую фамилию. И для сравнения сейчас вот та самая футболка, которую получили фанаты перед прошлым сезоном. Поэтому мы можем даже сравнить. Не хватает, конечно, спонсорской надписи. Но вот мы видим стрелки также со звездой. Также спортивный спонсор указан. Изменен немного дизайн. И будем, конечно, еще проверять на прочность, насколько они тягучие, эти футболки. И вот со спины еще тоже мы посмотрим. Вот мы видим, отличие, конечно, есть. И даже вот цвет немного расходится. Но что касается теперь спортивных показателей, так теперь попробуем мы в этой футболке и побегать, и побить поворотом. И вот сейчас мы выполняем удар головой. И в этой футболке мы видим, прыгать, конечно, удобно. Но сейчас попробуем все-таки поймать этот мяч и уже забить его в ворота. Скажу, что бегать в ней действительно удобно. И вот так вот в перекладину я попадаю еще. Не совсем не хватает точности. И теперь мы попробуем прорваться к воротам, а защитник остановит нас. И насколько эта футболка прочная, давайте смотреть сами. Забег по флангу. И... Вот так вот тоже футболистов ждет и такое порой на футбольном поле. Но явно здесь похоже, что были нарушены правила. Поэтому в этой футболке мы пробьем и пенальти сразу же. Попрошу сейчас в этом помочь и оператора. Телеканал ЛАЗ-78, Герман из Могилова. Герман, теперь ты занимаешь место в воротах. А мы продолжаем эфир ударом пенальти. Ну и после падения, вы видите, если руки где-то немного стесал, то футболка в полном порядке. Надеюсь, не порвал. Но вот, как вы видите, мы готовы. Итак, первый пенальти в новой форме футбольного клуба «Зенит». И вот так вот футболка помогает даже и точно проводить удары. Саша, у нас дальше насыщенные планы. Вы уже с Юлей правильно все анонсировали. Далее мы будем эту футболку во все возможных ситуациях тестить и смотреть, насколько она прочная, насколько она понравится фанатам. Так что следующее включение уже обещаю тебе скоро. Костя, скажи, пожалуйста, я вижу, что все-таки ты достаточно, так сказать, вспотел, скажем прямо. Скажи, футболка дышит или ты просто так уже разыгрался, что вот, собственно говоря, здесь сырой? Саш, на самом деле это все петербургское солнце, которое неизморимо нас припекает целыми днями. Вот вчера даже на набережной уснул человек, утомленный солнцем. Ты помнишь тот репортаж? А я, ну вот не знаю, это все из-за погоды. Футболка, я надеюсь, что дышит, потому что, ну, внутри довольно комфортно. Это вот разве что внешне я выгляжу вот таким вот уже мокрым, вспотевшим, но по телу, конечно, все комфортно. Кость, скажи, пожалуйста, вот все мы помним чемпионат Европы, где действительно майки у сборной Швейцарии, в частности, рвались и как-то вот некачественно были сделаны. Можешь попросить ребят, пусть кто-нибудь попробует немножко тебя подергать и посмотреть эту майку на прочность? Герман, я тебя попрошу сейчас, Кирилл, пасуй. И сейчас, если вы видели нарушение правил одно, то сейчас, Кирилл, я тебя... Герман и Кирилл, идите сюда. Два защитника между вами я просачиваюсь, а вы меня хватайте за футболку. Готовы? В общем, я вас всех так обвел, и... и вот мы видим. Саша, даже наушник вывалился, но сейчас я тебя услышу. Вот ты видишь сам. Ну и с тобой, я думаю, в студии еще ближе к вечеру мы с тобой обязательно проведем все возможные эксперименты и проверим, насколько она прочная. И, может быть, придется даже и разорвать на куски. А я тоже согласен с тобой, Кость, потому что видно, что ребята, в принципе, хорошо к тебе относятся, и поэтому так вот не сильно тебя дергали. И я-то вот не буду к тебе таким компромиссным, и приходи обязательно в студию. Мы с тобой еще эту форму будем в течение дня тестировать. Да, лейкопластырь тоже купил в аптеке. Это Константин Гусак, он сейчас тестирует форму новую «Зенита». Я напомню, что официальный старт продаж футболок только в 3 часа, а форма «Зенита» у Константина Гусака уже есть, и мы сегодня в течение дня на Live78 будем ее тестировать.